Здравствуйте, уважаемые друзья! События, связанные с терактом в Крокусе, отодвинули второй план событий, происходящих в России и в мире. Тем не менее, на них надо обращать внимание, потому что происходит очень много всего интересного и важного, что имеет далеко идущие последствия. Например, 26 марта в Америке произошла техногенная катастрофа, обрушение моста имени Фрэнсиса Скотта в Балтиморе, которое окажет серьезное влияние на поставки угля и работу одного из самых крупных портов США. Эта катастрофа произошла в половину второго ночи, по местному времени, когда в мост врезался контейнеровоз. Центральная часть конструкции длиной 2,6 км, то есть больше 2,5 км, рухнула в реку Потапска. Люди и транспортные средства оказались в воде, в результате чего погибло 6 человек рабочих. Друзья, мост проходил через пролив, через который можно попасть к крупнейшему порту в США. И сейчас этот пролив перекрыт мостом. Соответственно, этот порт выведен из работоспособного состояния. Давайте я вам зачитаю, каким образом эта авария сказалась на работе порта. Согласно заявлению администрации губернатора Мэрилэнда, в прошлом году через порт прошло более 52 миллионов тонн иностранных грузов на сумму около 80 миллиардов долларов. Порт генерирует около 3,3 миллиарда долларов дохода. Каждый год он приносит почти 400 миллионов ежегодных налоговых поступлений для экономики США. Соответственно, через этот порт проходят поставки угля, и он критичен для цепочек поставок всей Америки. Цепочки поставок, вы знаете, пострадали 4 года назад, по ним был нанесен первый удар, начался АК-19. И вот сейчас для Америки еще один удар под цепочком поставок. Друзья, но очень важный момент, что эта техногенная катастрофа произошла не случайно. О ней тоже было предупреждение, она была показана в сериале «Симпсоны». Правда, точно не скажу, в какой серии, за какой год, но вы можете найти это в интернете. Точно-точно было показано именно обрушение этого моста после того, как контейнеровоз врезался в одну из опор. Ну, и вы видите, что пострадали поставки не только цепочки поставок всех товаров, но и поставки угля, что совершенно неудивительным образом вписывается в зеленую повестку. Друзья, насчет военных кораблей. Действительно, в этом заливе базируются крупные военно-транспортные корабли, которые занимаются доставкой военной техники и войск в точки военных конфликтов. Из последнего такие корабли доставляли танки «Абрамс» в европейские порты для перебрасывания потом в Украину. Совершенно очевидно, здесь вырисовываются две цели – экономическая и военная. Экономическая уже понятно, какая я вам обозначила. Военная пока непонятна, но я думаю, что это будет связано с событиями, которые готовят США, а именно гражданскую войну. Гражданскую войну, которая должна привести к расчленению этой страны. По крайней мере, в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, она должна прекратить свое существование. Какие-то штаты должны отсоединиться от федерального правительства. 11 апреля состоится премьера фильма «Севил вор» – гражданская война, как раз посвященная этим событиям. Мы с вами обсуждали много раз. В последнем видео я говорила о том, что они обычно такие события программируют, выпускают фильм соответствующий, и через какое-то время это событие происходит. Обрушение моста – еще один яркий пример. Напишите, пожалуйста, что вам об этом известно. Ну, а насчет событий в России здесь тоже происходят важные события, о которых нам практически ничего не говорят, если самостоятельно это не искать в интернете. Например, 28 марта Беглов, это губернатор Петербурга, ввел ограничения, связанные с К-19. Если вы о нем забыли, о К-19, то он не забыл о вас. Что мы с вами обсуждали многократно. Четыре года назад была введена технологическая инфраструктура для, соответственно, тотального контроля. И это и была основная причина, а не К-19. Основная причина была разворачивание технологической инфраструктуры. Ну, и еще начало сворачивания существующей финансовой системы, атака на деньги. Друзья, так вот, четыре года назад они развернули все, протестировали. И сейчас, вот, пожалуйста, 28 марта Беглов продлил ограничения, связанные с профилактикой распространения К-19. Сразу на 9 месяцев до 31 декабря 2024 года. Вот с какого перепугу, спрашивается, он продлил эти ограничения? Ну, вообще никаких причин нет. Ну, видимых причин. На самом деле, видимые причины есть, но только они не связаны, вроде как, они не связаны с К-19. Видимая причина – это теракт в крокусе. Но они же не могут сказать, что ограничения связаны с возможными терактами. Это же как-то странно бы звучало. А вот под лавочку К-19 очень удобно вводить ограничения на любой произвольный период времени. Друзья, я вам напоминаю, что теракты и К-19 – это звенья одной цепи. Это, на самом деле, система тотального контроля, которая начала разворачиваться еще в 2001 году после известных событий в Нью-Йорке 9-11. Они произошли в сентябре. Это был крупнейший в истории человечества теракт. И в октябре уже буквально через месяц правительство США принимает закон, Конгресс, вернее, США принимает закон, так называемый Patriot Act, который буквально акт патриота, акт патриотизма, закон о патриотизме, который буквально разрешает, легализует слежку за гражданами США. Это произошло в октябре. И вот с тех пор пошло-поехало. Сначала аэропорты, которые снабдились системами досмотров, которых раньше не было никогда. И рамки, и рентгены, и энтроскопы. Эта система постоянно усиливалась, разворачивалась по всему миру. В итоге она перешла на нашу обычную жизнь из аэропортов, постепенно переместилась в государственные учреждения, в торговые центры, в школы, сейчас в транспорт, везде, куда бы вы ни пришли, везде рамки, досмотры, энтероскопы, шмон. И продолжение этой повестки, вторая часть марлезонского балета, такая мощная, существенная, это был Ка-19 в 2020 году. Вы знаете, введение каких процедур, кодов, ну и все, что с этим связано, других аксессуаров. И вот сейчас Беглов рекомендует опять то же самое, то же самое, что 4 года назад. Рекомендует ношение аксессуаров для пенсионеров, все то же самое. Ну и, друзья, очень важный момент, которого раньше не было. Беглов, сейчас я вам зачитаю, это очень важный момент, они убирают из этих мер, они убирают, сейчас секундочку, они убирают полностью медицинский аспект. Давайте я вам зачитаю. По 31 декабря 2024 года запрет на проведение публичных мероприятий, а также посещение граждан на указанных мероприятий, если иной не предусмотрен управлением Роспотребнадзора по Петербургу, а также запрет на курение кальянов в общественных местах. Еще до конца года продлились запрет на проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессных, выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 300 человек, кроме согласованных, а также посещение граждан и указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. Так, пожилым рекомендуется использовать аксессуары. До конца года сохранили рекомендацию воздержаться от посещения религиозных организаций. Так, и вот очень важный момент, смотрите. Так, исключая в Петербурге, исключаются пункты, по которым организации заняты в сферах образования, торговля, пищепита, такси, салон и других, обязаны контролировать наличие процедур у сотрудников. Также за постановление о мерах по противодействию исключаются пункты, по которым организации обязаны контролировать наличие процедуры, медицинской процедуры у сотрудников. То есть эти пункты исключаются. Почему? Потому что она уже идет как часть этого, как часть этих мер по умолчанию. Поэтому в отдельные пункты, что нужно контролировать, что, сейчас скажу, что организации должны контролировать наличие процедуры у сотрудников, поэтому он уже просто даже не включается, потому что это идет по умолчанию, друзья. Вот какой опасный момент, и заметьте, как они это завуалируют. Еще чиновники Смольного перестанут направлять в Роспотребнадзор информацию о соблюдении предписаний главного санитарного врача. То есть они полностью убирают отсюда роль докторов, роль медицины. Они делают это полностью политической темой. То есть чиновник, вот Беглов, который никакого отношения к медицине не имеет, он вводит ограничения по К-19, причем ему рекомендации врачей не нужны больше. И статус медицинских процедур больше не проверяют, потому что, друзья, он подвязан к QR-коду. Кроме того, вот смотрите еще момент. Из постановления о мерах по противодействию К-19 исключается пункт об обязанности комитетов Смольного проводить активное информирование населения о преимуществах процедур К-19. Они уже больше это не рекламируют, они уже встраивают это в систему. Все, это уже часть системы, друзья. Часть, которая выражается в QR-кодах, да. QR-коды, которые у нас используются сейчас уже практически повсеместно. Так что вот это очень существенное изменение в худшую сторону, что вот этот вот чел теперь берет на себя, ну и такие, как он, берут на себя полномочия вводить ограничения как бы медицинские, да. Но на самом деле это уже получается чисто политическая вещь. Чем это, собственно, и было. Просто нам тогда рассказывали, что это К-19, вот это медицинское состояние. Друзья, сейчас мы видим, вот, по тому, что сделал Беглов, что это была лапша на уши. Ну, что, собственно, это было понятно. А те, кто за 4 года не понял, ну, на них больше не надо тратить время. На них просто можно поставить крест. Вот такие важные события, которые происходят. Два важных события, которые я вам обрисовала. Ну, еще можно сказать про Белгород, в котором жуткая обстановка. Жуткая обстановка. Давайте я вам и сочетаю, какая жуткая обстановка. Вот. Доброе утро. Новое решение Белгородского оперштаба. Дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов, плюс Белгород, плюс Яковлевский городской огург, дистанционка, дети на дистанционке. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне государственной границы в нее не входит Белгород. Проводить занятия в кружках и секциях на сегодня невозможно. Все, война пришла в нашу страну. Разрешили открыться руководителям торговых центров, которые были в последнее время закрыты, если они имеют кирпичную укладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи. Отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность, как сотрудников, так и покупателей. Вот, это официальный канал Белгород номер один. Вот. Вы почитаете, вот в Телеграме, пожалуйста, это происходит прямо сейчас. Об этом практически никакой информации, кроме Телеграма, в Яндексе нет. Нет этого? Нет. А на самом деле, вы посмотрите, какая обстановка. Причем, знаете, что меня поражает? Что никаких послаблений в плане ЖКХ в Белгороде, Белгородской области нет. Недавно мне написала подписчица с просьбой помочь ей открутиться от поборов ЖКХ. Ее же личная компания подает в суд. И она меня спрашивала, как это эффективно сделать, как отбиться от них в суде. Представляете, такая обстановка. Тут могут работать бизнесы, которые имеют кирпичную укладку, заклеенную пленкой. И персонал обучен оказанию первой медицинской помощи. А ЖКХ вынь по ложь. Дети на дистанте, в 30-километровой зоне проводить запрещено. Но все, эвакуации у них там идут. Эвакуации, вот насколько я знаю, у них идут эвакуации. Но ЖКХ вынь по ложь. Вам как вообще это нравится? Напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Ну, еще интересный момент про солнечное затмение. Полное солнечное затмение, которое состоится 8 апреля 2024 года. Я вам рассказывала, что нагнетается в Америке атмосфера, ситуация с этим солнечным затмением. Они готовят какое-то катастрофическое событие. Но это по аналогии того, что делали древнеегипетские жрецы для манипулирования толпой. Я вам рассказывала. Я приводила эти примеры во вчерашнем видео. Друзья, и подтверждение того, что они что-то готовят, это введение чрезвычайного положения ЧС. В районе Ниагара, в Канаде. Из этого района будет очень хорошо видно полное солнечное затмение. И туда ожидается поток туристов для того, чтобы наблюдать за этим солнечным затмением. И они вводят ЧС. Но я думаю, что для того, чтобы избежать большого скопления народу. И чтобы гостиницы не были переполнены. Друзья, ну вот видите, какая обстановка. Солнечное затмение, и они вводят ЧС. Значит, 100% они что-то готовят. Ну, я уже сказала, что 11 апреля пройдет премьера Civil War, гражданской войны. Ну и дальше уже можно ожидать всего чего угодно. 5 ноября выборы в Америке, президентские выборы. И я думаю, после них, как раз, начнутся уже события, связанные с гражданской войной. Друзья, напишите, пожалуйста, что вы думаете, ваши мысли. Ну, я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, делитесь моими роликами. Пишите им насчет юридических документов, пока мы можем это делать. Кстати, если вдруг врубят ограничения по К-19 и невозможность посещения судов, как это было 4 года назад, то я вам должна сказать, что судебное заседание в режиме онлайн за это время отработано прекрасно. Так что можно участвовать в суде, на судебном заседании, не выходя из своей квартиры, попивая кофе у себя на кухне. Так что с этим проблем не будет. Главное, чтобы нам не отключили эти законы, которые помогают защищать наши оставшиеся права. Друзья, но это очень тоже становится заметно с каждым месяцем, особенно за последние 2 года, судиться с государством стало практически невозможно. В судах просто беспредел. Если раньше в судах еще можно было относительно легко доказать свою позицию и получить решение в свою пользу, если правда на вашей стороне, то сейчас это становится делать сложнее и сложнее. Просто по беспределу отказа, если речь идет о том, что вы судитесь с государством. Друзья, вот такая у меня сегодня для вас информация. Делитесь моими роликами. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.